Определены имена стипендиатов губернатор Ямала в сфере культуры в 2024 году. Это 30 юных талантов из 8 муниципалитетов округа, в том числе и из Муравленка. Получателями выплат станут воспитанницы детской школы искусств Анастасия Плетухина, Виктория Швецова и Антонина Николаева. Все ребята – призеры и лауреаты международных всероссийских окружных конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий. Так, например, Анастасия Плетухина неоднократно входила в состав делегации Ямала на молодежных дельфийских играх России, давала сольные концерты, принимала участие во всероссийских и международных конкурсах. Анастасия с детства занимается вокалом. Я как-то посмотрела детский мультик, мне было как раз-таки 4 года уже. Он был музыкальный какой-то, что ли. Вот, я запела, папа услышал это и говорит, нужно отводить ее в детскую школу искусств. Вот так я и попала. Самая юная стипендиатка Виктория Швецова вокалом занялась еще в детском саду. В 7 лет вместе с преподавателем Натальей Михиенко она одержала первую серьезную победу в конкурсе «Голоса России» с песней «Рыжий кот». «Рыжие ушки, классные конкурсы, сделал всегда так много, всем помочь и все узнать». Будучи в садике, мы с подружкой участвовали в конкурсе, это был наш первый конкурс. И вот мне очень понравилось, и мы решили прийти заниматься вокалом. Я планирую связать свою жизнь с музыкой, стать артистом и в будущем преподавать вокал. Антонина Николаева – обладатель гран-при зонального конкурса юных скрипачей «Поющий смычок», участница международных, всероссийских, окружных и зональных конкурсов, в которых около 50 раз становилась победителем. Азы скрипичного искусства девушка изучает под руководством педагога детской школы искусств Елены Рыковой. «Мы в этом году, как всегда, планируем принять участие в окружном конкурсе «Новые имена Ямала». Он состоится в этом году в городе Ноябрьске. Следом у нас будет окружной конкурс исполнителей на струны смычковых инструментов, который проходит в ХМАУ, в городе Сургуте, в музыкальном колледже». Стипендия молодым дарованием за творческие достижения выплачивается на Ямале с 2005 года. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова сумма выплаты увеличена и составляет 5000 рублей в месяц. Получать стипендию ребята будут ежемесячно до конца года. Выплата стипендий входит в региональную составляющую федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Татьяна Максимова, Нина Копа, Сергей Лукович. Новости Муравленко.